У этих детей повода порадоваться даже таким мелочам не было давно. В своем родном Донецке они жили в состоянии тревоги. Подарки и сладости в пункты временного размещения в Нижегородской области привезли депутаты Единой России. Народные избранники общаются с проживающими, чтобы закрыть все возникающие потребности и решить волнующие вопросы. Так, например, депутат законодательного собрания Алексей Антонов вместе с коллегой Игорем Тюриным встретились с жителями в пункте временного размещения в Богородском районе. Нравится? Валентина уезжала из Донецка, не успев собрать даже вещи первой необходимости. Говорит, перед дорогой было много переживаний, как их встретят в чужом городе. Волнения были напрасными, говорит она теперь. На Нижегородской земле ей предоставили одежду, обувь и лекарства. В пунктах временного размещения всем прибывшим предоставляют все необходимое. Оказывается, и медицинская помощь. Вынужденные переселенцы благодарят всех нижегородцев, которые их так радушно приняли. Мы сейчас как на курорте. Мы ни за что не задумываемся. Мы не думаем, что нас начнут бомбить ночью, нужно куда-то бежать. Мы спим в кроватях, мы выспались, мы отдохнули. Дети наши отеелись, потому что дорога была тяжелая. А совсем юных жителей Донбасса и Луганска поздравили с 23 февраля. В День защитника Отечества юношам раздавали подарки. Всего поздравили более 230 мальчиков и полсотни мужчин. К слову, в ближайшее время учащиеся смогут также восстановиться в учебе. Студенты техникумов и вузов при предоставлении необходимых документов по максимальной возможности также будет позволено студентам продолжить обучение по своим специальностям. Встретился с вынужденными переселенцами и глава Нижегородской митрополии. Владыка Георгий также посетил один из пунктов временного размещения. Он провел молебен и пожелал верующим крепости духа. В свою очередь, жители Донбасса признались, что для них такая духовная поддержка сейчас очень важна. Очень важна. Веровать надо. Я потом своими словами говорю, Господи, благодарю Тебя за то, что я жива, за то, что... Вот жизнь, за то, что ты отец мой, я вас люблю. Я так благодарю за кусочек хлеба, который есть на моем столе. Вы попали в такие непростые ситуации, сложные. Но я вам хочу сказать, что все пройдет. Господь покроет вас своей любовью, утешит, поддержит и все благоустроится. Первым поездом в Нижегородскую область прибыло около тысячи человек из ЛНР и ДНР. На железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде их ждали автобусы, которые отвезли жителей Донбасса в пункты временного размещения и обеспечили питанием и предметами первой необходимости. Прибывших встретил лично губернатор Глеб Никитин. Также по решению главы региона за каждым местом проживания жителей Донбасса закреплены депутаты. Они всегда будут на связи с людьми, чтобы понимать, в какой конкретно помощи жители нуждаются. Помощь переселенцам может оказать и каждый из нас. В Нижнем Новгороде открыли пункт приема предметов первой необходимости для переселенцев. Адрес пункта – улица Рождественская, 38. Режим работы ежедневно с 8 утра до 8 вечера.